Когда же, как не в полностью театре, особенно в оперном театре, может проснуться настоящий призрак оперы. Оттого и выбрано такое страшное и в то же время прекрасное время. Надеюсь, я вас заинтриговала, и сейчас расскажу обо всем более подробно. 19 марта, в субботу, вся сцена театра оперы и балета, как, собственно, и весь театр, погрузится в так называемую квест-рум-игру «Ночь в театре» или «Призрак оперы». В распоряжении игроков будет находиться все здание театра, и все игроки, точно так же, как и я, будут проходить по закулисьям святая святых, побывают на сцене театра и смогут найти настоящую оркестровую яму. Более подробно об этом мероприятии мы сейчас поговорим с организатором квест-румов, Яковом Менделеевым, который как раз сейчас уже нас ждет на сцене театра. Яков, здравствуйте! Здравствуйте! У меня к вам первый вопрос. Я знаю, что вы не раз занимались такими квестами. Тяжело ли работать вот на такой площадке, такого большого театра? Ну, работать нам не тяжело, нам, наоборот, очень интересно. Все сценаристы, которые работают в нашей команде, они прям очень заинтересованы в том, чтобы здесь сделать классное мероприятие, классный квест. И всем работать нравится, очень здорово. Куда зрителям будет дозволено ходить, и что вообще будет в их распоряжении, можно так сказать? Ну, мы постараемся задействовать все площадки, которые в театре есть, все тайные и интересные кабинеты, которые есть, всю внутреннюю кухню, чтобы посмотреть, как управляется театр, как организуется представление, люди смогут понять это изнутри, проходя квест. История какая будет? Раскройте нам маленький секрет. Ну, практически ничего рассказать не могу, потому что игрокам играть будет неинтересно, но мы придумали нового персонажа в этом театре, разгадывая историю которого, команды как раз будут знакомиться с закулисьями. Так, и по поводу участия, кто может принимать, и возможно ли еще участие вот в этом мероприятии? Ну, принимать участие, на самом деле, могли бы кто угодно. Это команда от двух до четырех человек, но история такая, что когда мы открыли регистрацию, за 25 минут мы набрали полное количество команд, то есть 50 команд, и больше уже именно на сам квест принять никого не можем. Угу, ясно. А у меня такой вопрос, жалко, конечно же, уже нельзя принять участие, но все же, скажите, почему у всех участников должны быть смартфоны? Ну, потому что в квесте используется специальная система координации, и плюс есть такая тема, что это селфи-квест, но без смартфонов в нем принять участие просто не получится. И главный-главный вопрос, призрак оперы будет здесь? Ну, его... А это узнают только игроки квеста. Я вам рассказать не могу. Вот так по-хитрому Яков нам ответил. Я думаю, нервы пощекотать получится у наших игроков. Ребята, вот у меня к вам вопрос. У вас были подобные мероприятия, и вы бы хотели принять участие вот в таком квесте? Ну, конечно, Света, я вообще обожаю квесты, и с удовольствием бы посетила такой необычный, тем более призрак оперы. Это небольшой хоррор, и в месте, где эта опера, да, дается... Я думаю, что ночное пребывание где-либо вне собственного дома, это вообще хоррор, может быть, в любой момент и... Света, мы за, мы бы хотели. Скажи, ну а чем вообще актеры будут заниматься-то этой ночью? Ага, хороший вопрос. Чем же будут заниматься актеры? Собственно, его я плавно переадресую заместителю директора театра оперы и балета Оксане Дайнека. Оксан, скажите, пожалуйста, а чем действительно будут заниматься актеры в этот момент, в эту ночь? Будут ли они принимать участие в этом? Будут задействованы, в театральную ночь будут задействованы все службы театра, и не только артисты, и оркестранты, и артисты хора, и все административные службы, и вся постановочная часть, и гримеры, и постежеры, и костюмеры, поскольку участники хвеста должны познакомиться, будут со всеми службами театра, для того, чтобы выполнить задание. Ага. И вы тоже будете присутствовать? Конечно. До какого времени все это будет проходить? То есть это действительно мероприятие на всю ночь? Ну, мы планируем, что до двух часов основная часть будет закончена, и далее для участников будет небольшое представление, но тем не менее, поскольку регистрация уже закончена, и мы не можем принять участников самих команд, но тем не менее мы приглашаем всех красноярцев прийти в театр, поскольку театр будет работать, можно будет вдохнуть именно этой атмосферой ночной жизни театральной, погулять по всем фойе первого, второго и третьего этажа, посидеть в зале, может быть, где-то пройти немножко за кулисы на сцену, для того, чтобы только не мешать участникам хвеста выполнять задание. Тем не менее, побывать в театре ночью, посидеть в баре, посмотреть, как живет театр ночью. Я знаю, что это такое подобное мероприятие впервые же в театре проходит, и не страшно ли было подвергаться на такую авантюру, тем более в преддверии дня театра, 27 марта? Нет, не опасно. У нас сейчас идет театральная весна, фестиваль в Красноярске. Вот мы решили таким образом рассказать о себе, пригласить в театр. Для нас в любом случае, любой новый зритель, это очень важно и необходимо. И я думаю, что молодежь, и мы уверены в том, что молодежь, придя на такой, на квест в театр, вдруг решит потом посмотреть один из спектаклей нашего репертуара. Кстати, кассы будут работать ровно так же практически всю ночь, поэтому если у кого красноярцев нет времени купить билеты днем, можно будет прийти в театр ночью, купить билеты на любой спектакль. На такой прекрасный режим, можно сказать, теперь переходит работать в театр. Глядишь, это станет традицией. У нас будет чаще возможность посещать театры ночью, и бывать в святая святых за кулисье, почувствовать себя настоящими героями, как в знаменитом мюзикле «Призрак оперы». Жалко, конечно, что закончена регистрация, но я думаю, такие мероприятия будут еще проводиться, и поэтому, ребят, у меня вот к вам, собственно, такой вопрос. Может, тоже организуем команду и поучаствуем? Передаю вам вопрос и пищу для размышления. Продолжение следует...